Дорога 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 Одно лишь Исполни желание Не дай мне устать Я узнать В землю хочу Удолжительную руку Владимир Кузьмин Владимир Кузьмин Владимир Кузьмин Я хочу Не люблять нас Я прошу гильдой эмоции Нет Вы могли бы в жизни заниматься чем-то другим, только не театром? Нет Почему? Потому что есть предназначение, которое нужно слышать Которому нужно соответствовать И которым надо жить А кто его диктует? Его диктует судьба свыше предназначения Это от нас не зависит Если следить за своей жизнью, то все уже начинается с самого начала Например, когда мне было 7 месяцев И мама во Львове приходила в оперный театр На оперу Верди Травиата Я начинал так биться Так хотел в этот мир Что она дважды уходила Со спектакля Сувертюра Все А, это вы там еще внутри были? Ну, конечно И я уже кричал, что я хочу в этот мир Потому что там есть музыка А потом тебе цыганка смотрит на руку Уже где-то в 13-14 лет и говорит Он будет дирижером Мама говорит, он без слуха Ни на чем не играет, кроме на нервах Поэтому не может этого быть Она еще раз посмотрела со слезами на глазах И сказала, он будет дирижером И она бедненькая, не знала, что режиссер и дирижер Имеют очень много общего И, я думаю, общее назначение На земле все-таки Голосом актрисы Талызиной В спектакле про простоквашеное Есть такая фраза От этой картины есть польза Она дырку на стене закрывает А какое предназначение у спектакля? У спектакля? Да Чтобы, вот, если он висит на стене Чтобы в какой-то период гвоздик не прогнулся И картинка не упала на голову людям И люди бы встрепенулись и сказали Боже мой, какая гадость Здесь еще убивают А надо только усыплять Чтобы был сон прелестный, нежный Может, даже с любовью, с музыкой И чтобы люди потом открыли глазки И говорят, Боже, еще бы это счастье А то выходишь потом в мир И тот же кошмар Вот мы должны создавать этот оазис сна Давай, ты пока вообще об этом не думал Да нет, я не думал, господи Я не думал У меня же просто никогда никого не было Ну а у меня что, было, что ли? Никого? Ну а кого? Да вообще никого Роман Юрьевич, вот без пафоса хочу спросить Вот в какой период вы поняли, что вы Вот вы станете Романом Виктюком? С самого начала Даже не было сомнений А какие могут быть? Если я в 13 лет даже видел сон Что я приезжаю в какой-то город Я помню дом, колонны И я приезжаю туда главным режиссером И это было, и я приехал через много лет в Вильнюс Это был сон, дом Это был тот театр, в который я приехал Я сейчас спрашиваю актеров, режиссеров Вот скажите, любимый фильм, любимый спектакль, любимая работа И все говорят, все роли, твои сыновья, твои дети Ну не может такого быть Но я хоть раз хочу услышать Но есть такая работа, которой Виктюк гордится больше всего? Последняя Я понял Тогда будет правильно Тогда режиссеру будет всегда 19 лет Потому что режиссер всегда начинает А когда он уже что-то знает и понимает, и кого-то учит То он уже, простите, над пропастью Это уже финал А нужно знать Я не знаю Ты был пионером? Да, был И комсомольцем, и пионером, и октябренком И помнишь Такую ленточку протаскивали красненькую Стоял физрук Или у вас, может быть, какой-то другой был преподаватель с пистолетом в руке Кричал раз, два, три, четыре Ты стрелял, и ты бежишь непонятно куда Будь готов, всегда готов Готов, все И если ты во время этого бега, режиссер, задумаешься, куда ты бежишь То можешь остановиться и лечь и уже больше никуда не бежать Нужно только бежать А вот для вас что ценно, чтобы народ хохотал, или чтобы стояла такая дикая тишина в зале? Я думаю, что должна быть тишина, а потом должны быть вопли радости Но радости, а не животного смеха Потому что животный смех – это самое страшное, что может быть потому, что превращает человека в скотину А если есть крылья, и человек впервые пришел в театр И вдруг ощущает, что у него что-то прорастает, а потом он взлетает, как во сне И смотрит вокруг, и говорит, господи, а я еще способна любить А я еще способен хотеть Вот если есть хотение и возможность любить, это самое великое А регатать – это украинское слово прекрасное, оно не переводится по-русски Рэгит Я даже не знаю, что это такое, это животное такое И когда вот это По поводу и без повода, да? По поводу и без повода Это самое непотребное Это значит, спектакль этот действует только на нижнюю часть человеческого организма А надо, чтобы действовал на сердце и на ум Поэтому я здесь То, что пытается сделать этот фестиваль – это отобрать творческие коллективы Которые хотят и стремятся к тому, чтобы это имело отношение к театру и к поискам театра сегодняшнего дня И тут уже возникает совершенно другая проблема Что же происходит с театром во всех крупных городах? И каким эхом оказывается энтреприза? Эхом! Потому что энтреприза – это есть отцвет от того, что происходит И они даже берут те же пьесы, которые идут в столичных театрах, понимаешь? И есть то, когда энтреприза пытается самостоятельно сделать что-то, что не похоже на то, что происходит в том громадном мире, который называется драматический театр Правда? И поэтому, когда я вижу настоящего мужчину, в котором играет Саша, в котором играет Феклистов И я понимаю, что выбран материал замечательный Материал пьесы, который не идёт ни в одном театре Это испанский драматург «Кона Муно» Пьеса неизвестна И они находят свой взгляд на эту пьесу И тогда я кричу «Браво!» Не любить меня невозможно? Тема, которая там есть О любви и о смерти О страсти и о смерти Что такое любовь? Любовь – это есть жертва Любовь – это есть растворение в другом человеке И когда любовь – это смерть Тем, которые маленькие приходят Они могут только задохнуться От того, как артисты играют с невероятной отдачей Из безумием любви Те, которые пришли рогатать Им это совершенно не подойдёт Потому что смерть их никогда не волновала Они считают, что к ним это не имеет никакого отношения И третья группа радуется Что вот наконец-то Среди тех средств массовой культуры Которыми мы питаемся Есть что-то серьёзное Поставлена проблема А правда актёры, сукиные дети? Конечно Да? Конечно Но, понимаешь А почему? А потому что они зависимы От пьесы, от режиссёра От времени Это самое страшное Вот сейчас, понимаешь Пошла порода таких дворняжек Все такие простонародие убийцы Ну что ты, что ты, не смотришь сериалы? Все несчастные, уродливые Покинутые или какие? Нету Ни Стриженовых, правда Этот тип вообще не нужен Если ты помнишь, был Дружников Потрясающий артист И русский театр Мировой театр всегда славился Кому сегодня нужна Марлена Дитрих На нашей почве Или та, которая была в Америке Сожительницей президента А кто сегодня герой нашего времени на сцене? Кто? Кривоногие, уродливые Что, правда? Да, что ты не видишь, что ли? Но время, которое отображает То, что... Люмпен, люмпен То, что снизу поднялось Вот эта накипь Которая, понимаешь Она теперь... В этом нет драмы, понимаешь Потому что это требование времени Это расслеви Все, понимаешь? Сама Катя вышла Война Моя чичка Приз за лучшую женскую роль Екатерина Стриженова Ущипните меня, я не верю Почему У актрисы, которая, в принципе Не так много работает на театре У Кати Стриженова И главная женская роль Вот чем она вас захватила? Во-первых, что От нее не ожидали Что она Человек Который медийный И она постоянно На экране И она сидит Но то, как она выглядит Как она улыбается Как она нежна Как она обходительна И добра Это и завораживает Но вот теперь Эти все ее качества Сидячие Перенесенные на сцену На пластическую структуру На движение Танец На мелодику речи На вскрики На хохот То есть, когда человек Попадает в ситуации В которых он должен быть Максимально нервен Или смешон Вот никто Этого от нее Не ожидал Да Вы не туда попали Это кладбище Таких здесь нет Удачная шутка Поздравляю Надо было дать вам трубку Тем более звонила Ваша жена Зачем вы схватили телефон? Рефлекс Она же сделала перепрыг Вот если есть телевидение Есть пропасть И дальше есть театр Пропасть Яма Вот она перепрыгнула Отсюда Сюда Как она перепрыгнула Она человек смелый Когда она встала на коньки И стала танцевать Понимаешь? Поэтому она сделала То же самое Она безумно грамотна У нее есть какая-то такая Я думаю, что полетная энергия Которая Тянет ее вверх И пока ее тянуло Она уже Сделала еще шаг Ножкой вперед И она уже На другой территории Она ее осваивает Вот освоение Этой территории В ней происходит Замечательно Я думаю, что от нее Можно ожидать Очень-очень много И очень жалко Что она начала Очень поздно Какая-то тенденция есть К чему движется Сегодня театр? В какую он уходит В сторону Правильную Неправильную В неправильную Серьезно? Вот в эту животную Реггет Цель того Чтобы человек Только Как животное Кричал Отвизжал Потому что смех Это не визг Хорошо, если Кто-нибудь разденется На сцене Это если покажут Одно Место Срачина Украинское слово Срачина Это по-русски Жопка Вот если Срачину Покажут Все удалось На спектакле Тогда счастье А что Неужели Не должно В сегодняшней жизни Быть ни одного Спектакля Комедии На сцене Должны быть комедии Но только не Реггет Не животный смех Комедия Комедия Которая заставляет Загуматься Все равно Но есть же комедия Шекспира Мольера Те великие Где затрагиваются Подлинные Человеческие Вот те хитрости Когда человек Хочет обмануть Схитрить По отношению К другому человеку Тогда это Совершенно другое Но есть же Великая Комедия Когда Герой Просит Своего друга Идти под балкон Любимой И говорить Его голосом Понимаешь Это и смешно И трогательно И она в это верит И тогда между другом И героем Непонимание Кто же выиграл В этом Победил голос Значит Колдовство Голосовое А не сам человек И на этом Строится Комическая ситуация И тогда Зрительство Переживает Герою Сирано Тебержерак Продолжение следует Продолжение следует